Я введу некоторые новые объекты, мы их чуть-чуть пообсуждаем, а уже завтра снова их вспомним, и дальше рассмотрим еще одну интересную задачу, которая решается с помощью вероятностного метода, и это, наверное, будет естественным завершением всего курса. Давайте для начала, пусть у нас есть просто граф. Не буду вас сразу пугать, более сложные объекты появятся завтра. Что такое граф? Все присутствующие знают, мы с ним не раз в рамках этого курса сталкиваемся. У него есть множество вершин, а есть множество рёд. Я уже говорил, что у него есть одна замечательная характеристика, которую я очень люблю, и которая называется хроматическим числом. Цветовое? Да, 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 цветовое, цветовое. Давайте так, я введу сейчас три числа. Омега-ж, альфа-ж и хе-ж. Омега-это ни в коем случае не элементарное исходство. Омега-это просто обозначение для некоторой функции от графа. Омега-ж по определению это число вершин это число вершин в самой большой клике в самой большой клике графа-ж. Очень уместно рассказывать об этом сегодня, потому что мы как раз про клики говорили неоднократно. Сейчас мы даже число рамсе некоторым образом ещё раз обсудим. Что это значит? Это значит, что мы смотрим все клики графа-ж, а все полные подграфы, и ищем среди них такие, у которых самое большое число вершин. Их может быть несколько, но вот число вершин в любой из этих клик это омега-ж. Ну, давайте, чтобы было совершенно понятно. Например, если g это цикл на n вершинах, чему равняется омега-ж? Простой цикл. На n вершинах. Неправда. Ну, это, конечно, не правда. Один, один. Тоже не правда. Два. Не-не, подожди, клика это полный подграф, да? Да. Два. А, два. Вот что является полным подграфом в цикле? Одно и два. Ну, ребров является полным подграфом на двух. Значит, во всяком случае, омега от цикла уж никак не меньше двойки, правда? Да. Хорошо, а может она равняться тройке? Ну, да, если у него три вершинства. Совершенно верно. Если n равняется трём, то омега от g, конечно, равняется трём. Потому что цикл на трёх вершинах, это клика на трёх вершинах, треугольник. Цикл на трёх вершинах, вон. В нём есть клика, которая с ним самим совпадает. Омега от этого цикла равняется трём. Но, если цикл более длинный, какой-то многоугольник, то, как видно, трёхугольников в нём уже нет. Мы этим сегодня пользовались, когда приводили пример, демонстрировавший, что n от 3,3 точно не равняется 5. Помните? Да. Вот нет тут трёхугольников-то никаких. Но полный под графом на двух вершинах, пожалуйста, есть рёбра. То есть в этом случае омега от такого цикла равняется 2. У него куча этих максимальных клик. И каждая клика – это просто ребро. Ну хорошо, а омега от такого графа чему равняется? У него вообще нет рёбра. Один. Один, конечно, потому что одна вершина – это тоже клика. Помните, красные крокодилы в Москве-реке? Но это один, конечно, да. А у полного графа на n вершинах чему равняется омега? У полного графа. n, конечно, да. А у дерева чему равняется омега? У дерева на n вершинах? У дерева на n вершинах 2, ну кроме тривиального случая, когда n равно 1. Да. Если n равно 1, то дерево – это такая семечка, одна вершинка, да? Тогда нега от дерева равняется 1. А вообще двойки, конечно, да? Ну что, вроде понятно, что так поймали, да? Альфа же. Так. Ну, можно сказать, не совсем корректно с точки зрения математической терминологии, но зато совершенно понятно. А давайте посмотрим размер не самой большой клики. Самой большой? Нет, а самой большой антиклики. Ну, нет такого термина, на самом деле, в математике антиклика. Но что значит антиклика? Это значит, что наоборот, не одно реклама проведено. Смысл-то понятен? Да. А давайте попробуем найти размер самого большого множества вершин, которое свободно от рёдов, в котором нет вообще рюмя. Вот это будет альфа-ж. Оно называется число независимости графа. Число независимости. И называется оно так потому, что на самом деле антиклика называется правильно в математике. Независимо множество. Давайте последовательно скажем. Независимое множество вершин в графе. Независимое множество вершин в графе. Альфа-ж, называемое числом независимости, это количество вершин в самом большом, или в одном из самых больших, в самом большом, в одном из самых больших, независимо множестве вершин графа. Независимо множество вершин. Ну давайте вернёмся к примеру. Чему равняется, если вы поняли, определение хотя бы формально, да? Чему равняется альфа от цикла, от простого цикла? Цикла половина, да, прощита. Половина в каком смысле? Ну альфа от цикла для нитрина, например. Мы каждую вторую вершину берем. Ну то есть целая часть от половины, да? Да, да, да. Целая часть от половины, правильно, да, альфа от цикла это целая часть от половины вершины, правильно. Так, альфа от полного графа, наверное, вершины? Ну, не ноль, единица. Каждая душина – это и клика, и независимое множество одновременно. Потому что там просто нет веры. То есть можно считать, что это и независимое множество, и клика. Такая вот хитрость. Альфа от полного графа равно единице. Альфа от дерева. Наверное, не очевидно уже. Альфа от дерева, наверное, не очевидно. Ну, ладно, бог с ним. По крайней мере, вроде определение... Ну, по-моему, если мы будем действительно это дерево повисить по слоям, мы будем выбирать тоже каждый второй слой. Ну, что-то в том духе, да. Ну, в общем, ладно. Альфа от дерева – это все-таки несколько сложнее записать в термин числа вершин. Ну, по крайней мере, определение вроде понято. Главное, что с циклом правильно сказали, что надо брать через одну. Ну, это хорошо. Ни в коем случае никакая не компонента связности. Это нормальное множество вершин. Они могут между собой какими-то цепочками ребер соединяться. Но отдельных ребер среди них нет. Вот это вот самое множество. И, наконец, третья характеристика графа, которая нас будет интересовать в дальнейшем. Самое любимое – это хроматическое число графа. Хиаджи. Хиаджи. Что альфа и омега – это противоположные вещи, да? Хроматическое число, да. А хроматическое число – это по определению наименьшее количество цветов. Количество цветов. Которые можно так покрасить вершины графа. Можно так покрасить вершины графа. чтобы концы любого ребра имели разные цвета. Имели разные цвета. Ну, давайте так. Какое хроматическое число у полного графа на n вершину? n. А все понимают, что n? Да. Каждую вершину надо красить в отдельный цвет. Едва мы какие-то двери вершины покрасим в один цвет, так сразу нарушится вот это условие. Что они же соединены ребром в полном графе. И они будут одного цвета. Так что у полного графа хроматическое число равняется n. Хорошо. А хроматическое число цикла? 2. Либо 2, либо 3. Либо 2, либо 3. В зависимости от чего? Да. Или это будет более, если это m будет. Значит, от четности правильно. Если четное, то 2, 7, четное. Да. Если четное, то 2, если не четное, то 3. Это вроде очевидно, да? Если есть четное число вершин, там какое-то, то мы как раз вот так. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Все в порядке за счет четности. Никаких противоречий нет. А если не четное вот здесь добавлено с вершинка, то мы ее не можем покрасить ни в первый, ни во второй цвет. Третий. Но приходится использовать третий. Поэтому у нечетного цикла, у цикла нечетной длины, хроматическое число 3, а у цикла четной длины хроматическое число 2. И вообще есть замечательный критерий, который, по идее, мы могли уже где-то встречать, который говорит так. Граф Двудолин, помните Двудолин? И граф мы здесь рассматриваем. Тогда и только тогда, когда он не содержит простых нечетных циклов. Граф Двудолин, это значит, что у него хроматическое число не больше двойки. Да. Правильно? Да. Вот утверждается, что есть замечательный критерий, он очень несложно доказывается, но я не буду сейчас этого делать. Граф Двудолин красится в два цвета, тогда и только тогда, когда в нем нет подграфов, являющихся циклами нечетной длины. То есть это единственный запрет на самом деле. Как только появляются циклы нечетной длины, так сразу у графа хроматическое число как минимум три. Едва в нем нету циклов нечетной длины, вот это надо доказывать, это не очевидно. Так сразу у хроматическое число два. Это не очевидно. Но это не очень сложно доказать. Хроматическое число дерева чему равно, после того, как я сформулировал, но не доказал в прочем критерии, очевидно, что в дереве нет вообще никаких циклов по определению. Поэтому очевидно, если поверить в то, что я сформулировал, что хроматическое число дерева не больше ну. Но оно стало быть равно двум, если n больше либо равняется двойке, потому что в нем есть ребра. Ну и если n равняется единице, то оно равно единице. Есть очевидное утверждение, которое, я надеюсь, всем понятно сходу, это что хи аж больше либо равняется омега аж. Ну, просто потому, что если в графе есть какие-то клики, то каждый из них уже требует для себя столько цветов, сколько в ней есть вершин. Омега ажа – это размер самой большой клики. Ну, значит, даже чтобы эту самую большую клику покрасить, уже нужно столько цветов, но чтобы весь граф покрасить, никак не меньше. Может, больше, может, столько же, как повезет. Я не знаю. Теперь смотрите, какая речь. А понятно ли вам, что каждый цвет в раскраске определяющий хроматическое число? Это ведь просто независимое множество вершин. Да. Независимое множество вершин, множество вершин, в котором нет ребра. А, ну да. И цвет – это множество вершин, которые не соединены ребрами. Вот такое очевидное утверждение, но его надо прочувствовать. Цвет в раскраске – это то же самое, что независимое множество вершин. Ну, действительно, мы же как говорим, мы хотим покрасить вершины так, чтобы концы любого ребра имели разные цвета. Это значит, что вершины, покрашенные в один и тот же цвет, не могут содержать концы ребра. – Конечно, они не соединены. – Ну, значит, никакие две из них не соединены ребром. Правильно? – Да. – Никакие две вершины одного цвета не соединены ребром. Это в точности определение независимого множества. – Да. – Никакие две вершины не соединены ребром. Из этого сразу же следует вот такая оценка. Хиаджи больше не поравняется количество вершин нашего графа поделить на альфааджи. Ну, действительно, αG – это размер самого большого независимого множества в графе. – Да. Представьте себе, что мы взяли самое большое независимое множество и покрасили в первый цвет. – Угу. – Да. – У нас осталось сколько-то вершин, и среди них мы снова взяли самое большое независимое множество и покрасили во второй цвет. – Да. – Ясно, что его размер тоже не больше, чем αG. Ну и так далее. Понятно, что даже в рамках этой процедуры уж сложных цветов нам точно потребуется. Никак меньше не будет. Все, вот это объяснение этого утверждения. Ясно, да? Да. Но дай бог, если что-то непонятно, то лучше спросить. Что такое мощность В? Мощность В – это количество вершин в графе. Вот смотрите, у нас есть граф, нет, все-таки не ясно. Вот есть граф, у него множество вершин В. Всего вершин стало быть мощностью В, ну там, n можно обозначить. Количество вершин в этом графе. Вот мы хотим покрасить эти вершины. Сколько-то вершин в первый цвет, сколько-то во второй, сколько-то в третьей. Но ясно, что на каждый цвет потребуется уж никак, мы можем взять никак не больше, чем альфа-аджи вершин. Потому что если мы возьмем чуть больше, хотя бы на единичку, то по определению альфа-аджи там появится ребро. Да. Альфа-аджи – это самое большое множество свободной от ребра. Поэтому, если мы покрасили сколько-то вершин в первый цвет, то вот это количество вершин никак не превосходит альфа-аджи. Как-то не больше, чем альфа-аджи. Если мы покрасили какие-то вершины во второй цвет, то их тоже никак не больше, чем альфа-аджи. Ну отсюда, там, по принципу деревьев, как хотите, цветов не меньше, чем столько. Да. На самом деле, очень интересный вопрос, какая из двух оценок лучше. Что значит лучше? Понимаете, что значит лучше? Что точнее. Ну, а что значит точнее? Значит, смотрите, вопрос строго ставится так. Дано число n. Рассмотрим все возможные графы на n вершинах. Как обычно, их 2 в степени ци из n по 2. Да? Да. Всего графов на вершинах 2 в степени ци из n по 2. И вот среди этих 2 в степени ци из n по 2 графов есть такие, для которых вот это неравенство сильнее, чем вот это, а есть такие, для которых вот это сильнее, чем вот это. Ну, просто вот вы берете каждый граф, здесь просто n стоит, берете каждый граф на n вершинах, вычисляете у него альфа, вычисляете у него амиг, да? И смотрите, что больше, амига или n по 3 на альфа. Согласны? Да. Вот спрашивается, каких графов больше, число каких графов больше? Тех, у которых вот это больше, чем вот это, или тех, у которых вот это больше, чем это. Интрига состоит в том, что мы пока не знали, какое из двух неравенств в указанном смысле лучше. И последнее, что я скажу, наверное, сегодня, это про числа Рамсея в терминах вот этих альфа га. Первый вопрос, сейчас я сотру, скажу, в сторону аудитории, значит, первый вопрос к аудитории, значит, смотрите, вот есть граф, можно сделать так, можно взять те ребра, которые в нем были, удалить их, а каких не было, провести. Да. К альфа га с чертой, новый граф. Понимаете, да, что омега от g и альфа от g с чертой суть одно и то же? Да. И наоборот, альфа от g и омега от g с чертой, это одно и то же. Где были ребра, там их не стало. Если была большая клика, то в новом графе появилось большое независимое множество. И наоборот. Полезное понимание. Вот. Как сформулировать, что такое число Рамсея в терминах альфа и амега? Давайте еще раз. Что такое число Рамсея? R от st. Мы говорим, что это минимальное натуральное число n. Давайте я пишу. Минимальное натуральное число n такое, что при любой раскраске рёбер, каэн, красный и синий цвета. Либо найдется красный каэс, либо найдется синий каэ. Ну вот. Мы взяли полный граф, наверное, на вершинах. У нас были такие картинки. Часть его рёбер синие, часть его рёбер красные. А красный его вот так. Вот так. Взяли полный граф и произвольно покрасили его рёбра в красные и синие цвета. Ну, согласитесь, что это то же самое, что рассмотреть просто произвольный граф, наверное, на вершину. Граф состоит из красных рёбров, а антиграф состоит из синих рёбров. Да. Взять произвольную раскраску рёбров каэн красные и синие цвета это всё равно, что взять просто произвольный граф. Да? Тогда это можно сказать, что мы не будем брать рёбра, мы не будем красить рёбра в красные и синие цвета, что при любом графе... Для любого графа на н вершину, это омега... Либо, либо, да? Да. Либо омега... Либо омега... Ж будет равняться С... Больше им равняться. Да, больше либо равняться С... С... Либо альфа... Либо альфа-Ж будет... Больше будет... Совершенно верно, да. Вот это вот, это то же самое, что минимальное Н, натуральное, такое, что для любого графа на н вершина, для любого графа на н вершинах, либо омега от этого графа больше им равняется С... Есть синий КС, понимаете? Синий, это как раз вот этот граф Ж. Омега-Ж больше им равняется С... Либо действует... Ну, хорошо, синий там, или красный. Хорошо, есть красный КС, омега-Ж больше им равняется С... Либо есть синий КТ. Это значит, что альфа-Ж... Альфа, это когда вот такие, как бы отсутствующие его, красные, синий, извините. А, синий, красный, все это, что-то путаюсь, а? Либо амега-Ж больше им равняется С, либо альфа-Ж больше им равняется С. Вот честно, понятно? Немножко запутала? Да. Да. Все понятно. Ну, слава Богу. Просто вот есть еще один такой красивый, простой способ переформулировать определение числа Рамси. И в этом смысле, когда, вы помните, брали случайную раскраску Лега, мы просто брали случайный граф. Действительно, брали случайный граф. И просто для случайного графа пытались удовлетворить вот этим неравенством. Продолжение следует...